Ты, кстати, когда на собеседование ходил, ты как-то одевался специально для этого? Ну, просто рубашкой. Сколько можно заработать? Ну, то есть у тебя в группе все серьезно тоже отношусь? Почитать занятия, да? Нет. Не учится никто почти. Понятно. Понимаю, дорогие друзья, с вами Дарья Мойнич. И сегодня я продолжаю брать интервью у Александра, который уже 9 месяцев живет, учится, работает в Токио. И поэтому, если вам тоже интересно, вы хотите поехать в Японию учиться, работать, то смотрите это видео. Сегодня мы поговорим с Александром о том, как предоустроиться в Японии, как выжить в Японии, ну и много всего интересного спросит. Александр, вот в предыдущем интервью, в предыдущем видео ты говорил, что в принципе можно даже найти подработку даже в течение первого месяца, что мне на самом деле кажется достаточно нечасто встречается, что люди настолько быстро адаптируются, особенно с нулевым уровнем японского языка. Можешь про это, пожалуйста, поподробнее рассказать? Ну, на самом деле, это интернациональная компания, называется она Uber, всем, возможно, известно. Uber. Да, в общем, тебе нужно только из навыков, это владение джинденча, велосипедом. Блин, забываю русского. А, это Uber Eats? Да, Uber Eats. Просто ты приходишь туда, тебя оформляют, тебе дают сумку, показывают все условия, собственно, фотографируют тебя, и ты можешь, когда захочешь, работать. Все очень просто, тебе надо открыть свой телефон, нажать кнопку «Я работаю» и, собственно, ждать заказов. Один заказ – это 400 йен. Примерно три заказа можно выполнить за час, два-три там варьируется все-таки. Собственно, ну, на уровне того же ресторана, работы, зарплата та же самая. То есть, получается, ты говоришь, за час три заказа, да, или за сколько? Может быть, больше, но все-таки от вас зависит. Бывает, да, два заказа вообще без проблем, полчаса тебе хватит без проблем, чтобы доехать до места, отдать заказ и поехать дальше. То есть, это получается где-то от 800 до 1200 йен в час, да? Да, ну, примерно нормальная зарплата. А, кстати, сейчас подписчикам тоже такую информацию скажу, может, не все знают. По студенческой визе есть ограничение по количеству часов, которые вы можете работать в неделю. Если я правильно помню, 28, да? Да, 28 часов. Вот на этой работе как-то это отслеживается? Нет, можете работать сколько угодно. Оно платится, в общем, вы можете дать свою российскую карту, и на нее будет платиться. Это никак не отслеживается, абсолютно. Это лайфхак, ребята, это лайфхак. Да, если вы оформляетесь, допустим, в японскую фирму, в какую-нибудь иностранную фирму, но которая в Японии оформлена, то да, 28 часов. Если вы работаете в Uber Eats, можете работать хоть ночью, вам никто ничего не скажет, главное, работайте. Ну, вообще, если честно, я первый раз про такой вариант трудоустройства слышу. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще узнал про это, как ты трудоустроился? Ну, мне на самом деле рассказали узбеки, что странно говорить о узбеках в Японии. Да, студенты-коллеги. Да, в общем, рассказали мне студенты-коллеги о том, что есть такая возможность, мы тебя устроим, ты, главное, приходи. Они, в общем, тебе отдают приглашение, ты приходишь, оформляешься и, собственно, работаешь на следующий же день. Никакого собеседования. Все и так понимают, что ты приезжий, тебе, собственно, и не надо ничего, главное, чтобы ты понимал, как взять заказ и отдать его. Ну, пользоваться там тоже достаточно просто, если ты умеешь гугл-картами пользоваться, то то же самое примерно. Слушай, это очень интересная тема. А вот сколько, например, ты работаешь в неделю, часов или в день? Ну, работаю я в неделю, ну, 28 часов в Uber Eats. Все-таки есть минусы, это погодные условия. Все-таки, если ты будешь работать в дождь или в снег, то, собственно, будешь потрачены на лекарства. Но если ты, допустим, работаешь в те же самые плохие походные условия, то примерно за 4 заказа тебе дополнительно еще там добавляют, ну, 2000 йен. Это очень хороший бонус. На самом деле есть часы пик, когда ты должен, ну, поехать, когда заказов очень много, а людей на доставку мало, и, собственно, они дают такой очень неплохой бонус. Слушай, это здорово. Так, ребят, я еще знаю, что у Александра есть вторая работа. Поэтому, Александр, расскажи, что за вторая работа, и как ты успеваешь и учиться, и еще на двух работах работать? Ну, вторая работа называется, я не скажу, как называется, ресторан. Там, в общем, работа администратором, ну, скажу проще, это, скорее всего, шведский стол. И ты должен, когда видишь, какой-то непорядок, там посуды не хватает, или еды, ты должен сказать человеку, чтобы он поднесся и сделал это для тебя. Также ты должен встречать гостей и провожать их к столу, рассказывать меню. Ну, называется это работа генга-эдвайзер. Попросту это у нас администрирование зала. А как давно ты, сколько месяцев уже работаешь? Работаю я где-то два месяца. На самом деле, очень странная история, как я туда устроился. Расскажи. Да, в общем, сначала я пошел в Hello Work, я хотел найти нормальную работу под крышей, не катаясь на велосипедах, да. В итоге мне дали работу, я пришел не в то место вообще, не в то время, перепутал здание, и меня взяли на работу. Да, странная история. Это не лайфхак, это такое. Это жизнь. Да. А тебе нравится вообще работа? Сколько там платят? Ну, платят как везде. Собственно, 1000 йен – это такая спокойная работа, мне платят 1100, это уже потерпели нужно быть. На самом деле, в Японии зарплата варьируется все-таки от загруженности человека, если она тяжелая работа, и ты можешь там каменчиком получать 2000 йен какого-нибудь в каменоломне. Но это тебе не нужно, тебе нужно учиться в языковой школе. А минимальная какая зарплата сейчас? Минимальная – 988 йен в час. А в среднем по рынку сколько примерно? В среднем по рынку, ну, примерно 1000 йен есть, кстати, в среднем. Чем, да? Меньше, но вряд ли найдешь. Ты можешь какие-то дать рекомендации людям, которые хотят найти себе работу, куда им обращаться, что им лучше делать, как искать? Ну, самое простое – это HelloWork все-таки. Тебе дадут сами работу из твоих предпочтений, из твоей зарплаты, как далеко. Потом все от тебя зависит, ты должен пройти интервью. Поэтому ничего сложного. Есть второй вариант. Это уже, ну, не более, неофициально работает. Называется Cryglist. Как? Cryglist. Там очень много людей обитает, которые приехали в Японию, тоже зарубежные. Там все на английском в основном. Это сайт или что это? Да, это сайт Cryglist. Там в основном дают заявки именно те люди, которые сами приезжие, которые имеют свой бизнес. И ты можешь у них работать. Также там можно покупать уже какие-нибудь использованные товары, либо с очень-очень дешевой скидкой. То есть это какой-то такой сайт от иностранцев для иностранцев, получается? Да, да, да. То есть там и авито, и... Да, там работа, учеба и все, что угодно. А ты там что-то искал, ходил на собеседование, как-то им пользовался? Ну, Cryglist, я, в принципе, один раз нашел только один раз подработку в японскую компанию. Ты должен был написать на японском, куда должны съездить японцы в Россию. Ух ты. И за раз дают, ну, где-то три мана за один день. Очень интересная подработка. А вот HelloWork, ты говорил, это как ты? То есть ты офисы пускал или ты через сайт? А HelloWork? Ну, проще, на самом деле, прийти в офис, в сайт, все равно там будет сложно что-то понять. Вас там оформят и расскажут. Единственное, там ты должен знать хотя бы английский, ну, или японский. То есть на английском они тоже есть? Да, русского там нет устава. Да, понятно. Ну, либо переводчик. Это всегда есть. Ну, собственно, это хороший очень вариант официальной работы. Это HelloWork. Так, а на каком вообще уровне лучше знать язык, чтобы найти себе работу? Ну, кроме вот... Это все зависит все-таки, кем ты хочешь работать. Если ты хочешь работать где-нибудь в ресторане, протирать тарелки от влаги, это все-таки достаточно, наверное, 5, может быть, меньше. Если ты хочешь уже нормальную работу где-нибудь, как администратором, это все-таки уже лучше и N3 брать. Ну, язык-то все равно нужен. А, кстати, вот ты работаешь администратором зала, но у тебя пока где-то N4, да? Достаточно был-то уровней языка? Ну, все-таки я еще хорошо знаю английский, поэтому для меня это несложно. А там на английском тоже? Да, очень много на синджику. Вот если брать работу, там на синджику очень много людей, которые нужны именно англоговорящие люди, потому что, ну, иностранцев чуть ли не половина. А, то есть это, наоборот, даже будет плюс, даже если ты, может, японский не супер знаешь, но если ты знаешь, ну, как английский, то это, как, тебя с большой вероятностью возьмут. Ну, это тоже вот такой, можно сказать, лайфхак, да? Да, это важно. Так, а вот, кстати, русский не котируется нигде? Русский? Ну, вот сколько я искал, я вот нашел одну только подработку, это написать гайд. Нет, русский вообще не котируется, лучше на него не рассчитывать. Так, а вот, кстати, вот в этой школе, в Human Academy, тут есть какие-то уроки, может быть, ты посещал? Там, как правильно проходить, там, энсэйс, собеседование, или как там писать резюме, вот что-нибудь такое, начало? Я наслышан об этой программе, но, скорее всего, она будет уже после полтора года. А, угу. Все-таки ученики, которые приехали лично со мной учиться, они все еще, ну, дети, скажем, они не знают, что такое резюме, и когда я один раз пришел с другом, с китайцем, он, ну, в общем, называется мероприятие, дайджоб, мероприятие от сайта дайджоб, там, в основном, японские компании, которые берут иностранцев, там все в костюмах с резюме. Собственно, пока ты не достигнешь того момента, когда ты можешь хорошо носить смокинг и преподавать свое резюме, лучше не ссываться туда. Понятно. Ты, кстати, когда на собеседование ходил, как-то одевался специально для этого? Ну, просто рубашка. У меня пока рубашка была, да, на тот момент. Ну, в принципе, тарбайт, наверное, может, не так с прокурсой, да, если сравнивать? Да, на самом деле, рубай, это тебе, я знаю, там много японцев, которые с тату ходят, крашеные волосы, это нормально. Александр, скажи, пожалуйста, вот твоя вторая работа администратором в ресторане, насколько вообще она помогает в плане, ну, именно изучения языка, развития, вот, навыков общения в японском? На самом деле, очень помогает, если бы я не разговаривал именно на работе, я думаю, сейчас бы я не смог, ну, был очень стеснительным и не хотел бы даже использовать японский. Это очень-очень-очень хорошая практика, на самом деле, потому что тебе, ну, очень много приходится говорить с японскими на японском, а японцы, как говорится, они используют неправильно японский, поэтому ты изучаешь его, заново можешь сказать. То есть, ну, подработка полезна еще не с точки, не только с точки зрения денег, но и, если хочется подтянуть свой японский язык, это тоже очень полезно, да? Да. А, кстати, вот у тебя были какие-то уроки, там, кейгу, как правильно общаться, какие-то фразы, как у тебя, ну, ты же, наверное, еще в этом занятиях не проходил? Нет, я все прошел уже. Кейга, ну, собственно, есть оно, но вот использовать его сложно, потому что практики все-таки не так много. Ну, вас как-то учили это на работе? Именно на работе нет, а в школе учили. Где-то вот через полгода уже, наверное, через 7 месяцев, да, они преподают кейга, и ты должен общаться со своим именно на кейга. Ну, кстати, вот интересная информация, я не знала, что преподают это именно так рано достаточно. Это какие-то специальные уроки или это просто интегрировано? Это интегрировано все, потому что они рассчитывают то, что, допустим, вот именно Human Academy, она рассчитывается из ситуации, потому что они рассчитывают именно на тех, кто приехал, и на те проблемы, с которыми они могут столкнуться. Это, например, ты потерял что-нибудь, тебе надо идти в полицию, что я с ними говорю? Тебе надо купить что-нибудь, там, посоветуйте мне какую-нибудь одежду того размера. Также по поиску арабайта, как проходить интервью. И, собственно... То есть это вы все отрабатывали на уроках, да? Да, на уроках. Это очень здорово, на самом деле, очень полезные такие. То есть не просто какие-то абстрактные, да, там, а прям то, что реально в жизни... Ну, примерно половина, да, полезного половины, очень. Отлично. Так, и можешь что-нибудь в заключении порекомендовать, ну, или, может быть, еще что-то издобавить по поводу поиска работы? На самом деле, очень-очень хорошая система здесь называется «Щокай». Это ты достаточно... Ты должен вообще ничего не знать, ты должен просто быть знаком с кем-то, кто уже здесь работает где-нибудь. Просто говоришь ему «Дайте мне эту работу», и тебе ее дают. Сложности вообще не будет. Главное, очень-очень надо много контактировать с теми же иностранцами, с японцами еще более. Ну, то есть, например, один из советов, не стесняйтесь общаться с вашими сэмпайами, скажем так. Не с теми, кто только приехал, да, наверное, в первую очередь? Ну, и с теми, кто приехал, и с теми, кто уже сэмпай, и с теми, кто уже сэмпай, и также с теми, кто случайно прохожий. Главное, чтобы он проявил к тебе интерес. Угу, угу, отлично, здорово. Сколько можно заработать, ну, если работать официально 28 часов в месяц, и на что этих денег может хватить? Ну, работать 28 часов в месяц, если ты получаешь, ну, где-то 1100 ян за раз, за час, это 127 тысячи ян, в принципе, хватает вообще на все. Это обучение, это... Так, это в неделю 120? Нет, это в месяц, 127 тысяч. А, в месяц, да, все правильно, в месяц. В месяц 127 тысяч, тебе хватает абсолютно на все, это еда, обучение, проживание, но если ты особо не шикуешь. Так, а в рублях это сколько стоит? Ну, ну, все-таки мне кажется, что если вы приехали учиться, и вы хотите там потом еще в Японию, там, не знаю, дальше продолжать образование или работать, все-таки не нужно на учебу тоже забивать. То есть надо какой-то найти правильный баланс, если вы будете только работать, то тогда зачем вы приехали учиться в Японию, да? Как ты считаешь? Ну, я считаю, все-таки первым делом все-таки учеба. И вы приехали учиться, потому что если вы приехали просто, я, кстати, не совсем понимаю, здесь люди, которые приезжают целью заработать, да, вам не нужен язык, вы можете работать сколько угодно и платить только, чтобы вам визу давали. Ну, если вы хотите нормально здесь жить в будущем, не иметь никаких проблем, не иметь никакого барьера, то можно работать даже 50 часов, но при этом спе меньше. Так, вот, например, кстати, в моей группе, где я обучаюсь, у меня тут такая ситуация, но там в моей группе практически все корейцы, и у них немножко корейцев виза другая, то есть у них есть такой тип виза, называется work and travel. Может, выше. Вот, и половина, ну, не половина, а одна треть группы корейцев вообще практически отсутствует на занятиях. То есть, я не понимаю, зачем они платят, но то есть отдых вообще нет, то есть они, может быть, за три месяца появились там, не знаю, 10 раз. У тебя есть в такой группе? Хотя, ты начинаешь? Нет, у меня такого нет, у меня все студенческая виза, но я знаю об этой визе, если я не ошибаюсь, можно подать за... Заявку в посольство, и тебе дают на год просто проживание в Японии, но надо при этом соответствовать каким-то условиям. Ну, то есть у тебя в группе все серьезные тоже относятся? То есть сейчас занимаются, да? Не учится никто почти. Понятно. Хорошо, спасибо большое. Ребята, если у вас остались какие-то еще вопросы, я думаю, что их нужно будет отдать под этим видео, я попрошу Александра на них ответить. Если видео вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе новых видео. Ну, и увидимся с вами в новых видео. С вами была Дарья Мойнич. Джам, адонэ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok